Утро нового дня. Программа радио. Государственной телерадиокомпании «Волга». Сегодня 12 октября. Как всегда, по четвергам. С вами Наталья Юкозина. Здравствуйте. Начнем день с улыбки. Наш забавный календарь предлагает сегодня отметить праздник чистого стакана. Для начала. Чисто-чисто отмоем-ка все стаканы и начнем день словно с чистого листа. В нашем случае с чистого стакана. А что еще этакое гастрономическое сегодня отмечают в разных странах и на разных континентах? Вот. День шоколадных сюрпризов и день тушеной свинины. А можно заняться гастрономическим творчеством и начать составлять кулинарную книгу. Ведь сегодня именно такой день. А вот еще два чудных праздника. Международный день. Вопля. Разочарование. Все, кто знает про этот праздник, выходят на улицу в 12 часов по Гринвичу и кричат 30 секунд, чтобы почувствовать себя лучше. Конечно, это уместнее сделать в чистом поле, чтобы не беспокоить жителей микрорайона. Крик, кстати, помогает выплеснуть свою тревогу и стресс, вернуть психическое равновесие. Во многих психологических школах практикуется такой прием снятия психологической боли. Еще сегодня день свобода мысли. Свобода мысли – это признание силы разума. Символом свободы мысли является фиалка или анютины глазки. Французское название цветка означает «мысль», а сам цветок напоминает лицо или мордочку. Началом эпохи современного свобода мысли можно считать 1600 год, когда был сожжен на костре Джорджана Бруно. Ну и, наконец, сегодня день шести миллиардов. Речь о населении нашей планеты. По сообщениям ООН, шестимиллиардный человек родился в Сараево 12 октября 1999 года. Всего в 20 веке население выросло с полутора миллиардов до шести. А к 2100 году людей будет примерно 11 миллиардов. Сегодня всемирный день зрения, а мы обсудим другое зрение. Помните? Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит, имеющий разум да осознает. Это изречение из Евангелия от Матфея. Речь идет о слепоте и глухоте душевной. Ведь уши, глаза, разум есть у всех, но все ли их используют по назначению? Можно видеть и слышать, но не понимать. Можно смотреть, но не видеть нечто глубинное. Именно с таким посылом мы всмотримся в события давно минувших дней. Чем они могут быть поучительными для нас сегодня? Исторический хронограф Здравствуйте! У микрофона журналист Евгений Слюнеев. Сегодня, 12 октября, отмечается Всемирный день борьбы с артритом. А в России отмечается День кадрового работника. В разные годы истории 12 октября происходили следующие события. С 12 октября по 5 ноября 1774 года в Симбирске в подвале каменного дома, находившегося примерно на месте нынешнего здания Ульяновского драматического театра, содержался под стражей плененный предводитель крестьянской войны Емельян Пугачев. 12 октября 1810 года состоялся первый Октоберфест. В этот день все жители Мюнхена были приглашены на празднование свадьбы кронпринца Людвига Баварского и принцессы Терезы Саксон Гельбуртгаузенской. Праздник народу понравился, и с тех пор он проводится ежегодно. 12 октября 1895 года в Симбирске на личное сбережение коллежского асессора Михаила Лебедева, целиком пожертвованной городу, открыто училище для обучения мальчиков-сирот. Проживание и обучение в училище было бесплатным. В 1914 году для училища по проекту архитектора Федора Левчака было построено новое кирпичное здание. Оно сохранилось до наших дней и имеет адрес улица Радищева, дом 39. 12 октября 1901 года в селе Сара, ныне Сурского района Ульяновской области, родился участник гражданской и Великой Отечественной войн, герой Советского Союза Григорий Белов. После окончания войны он продолжил службу в вооруженных силах Советского Союза, дослужился до звания генерал-майора. Сегодня в селе Сара его имя носит одна из улиц. 12 октября 1909 года в Москве открыт памятник русскому первопечатнику Ивану Федорову. А 12 октября 1912 года в селе Усть-Урень, ныне Корсунского района Ульяновской области, родился участник Великой Отечественной войны с 1941 года, герой Советского Союза Николай Варакин. Он особо отличился в боях при форсировании реки Одер. Погиб при выполнении боевого задания вблизи польского города Старград-Щицинским. 12 октября 1928 года в Москве состоялось первое официальное выступление ансамбля красноармейской песни. Ныне он известен во всем мире под названием «Ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова». 12 октября 1956 года состоялся первый пассажирский авиарейс на самолете Ту-104 по Международной воздушной линии Москва-Прага. 12 октября 1957 года в Советском Союзе состоялась премьера фильма «Летят журавли». В дальнейшем фильм имел грандиозный успех при показе в зарубежных странах, в частности во Франции, ГДР и Чехословакии. 12 октября 1960 года состоялось знаменитое эмоциональное выступление главы Советского Союза Никиты Хрущева на 15-й Ассамблее Организации Объединенных Наций. И 12 октября 1964 года в Советском Союзе с космодрома «Байконур» запущен пилотируемый космический корабль «Восход-1». Это был первый многоместный корабль, и впервые все три члена экипажа находились на борту не в скафандрах. Специальный репортаж С вами Наталья Яковлевна, я продолжаю передачу. Начнем с разбора полетов, который в адрес автотранспортного предприятия по ТП-1 устроил губернатор Алексей Русских. Почему вдруг автобусы сокращают движение по маршруту, а водители вакцинированы? Ведь они весь рабочий день находятся в гуще людей. Неравен час могут заразиться. И хватает ли самих водителей? Ведь летом дефицит кадров на ПТП-1 обсуждали всем миром. Автобусы Семас закупили, а водителей не хватало. Из 50 уже тогда летом приобретенных автобусов на линию не выходило ежедневно 10-15 транспортных средств. А сейчас как? Наступает холодное время года, и хочется, чтобы автобусы приходили вовремя. Губернатор разобрал жалобы пассажиров. В социальных сетях много жалоб поступают на маршруты, которые обслуживают ПТП-1. Я зачитаю некоторые. Подскажите, пожалуйста, куда нам еще можно обратиться с этим вопросом? Дело в том, что ПТП-1 решили, что с 1 октября 2023 года 31 автобус с 9 до 15 будет ездить только до автовокзала. На селе многие дети едут учиться в центре города, школы, и студенты также. Одна надежда на вашу помощь в решении этого вопроса. 31 автобус всегда ездил от Центробанка до села Украинское. Буду благодарна за вашу помощь. У меня самой есть студентка ДЦП, которая учится в центре, в техникуме. И мне, как родителю, небезразлично все, что касается детей села. Это еще одно сообщение. Мы, жители села Бартаевка, обращаемся к вам с большой просьбой. На нашем автобусе номер 66 опять поменяли маршрут движения. ПТП что хотят, то и творят. Сегодня последний автобус выехал с автовокзала, и многие люди домой добирались на такси. Это просто ужас. Далим Александрович, в курсе этой ситуации? Да, Алексей Вячеславович. Что будет понимать решение? Будет организована проверка, соответственно, подключаем наш департамент транспорта. В результате проверки я вам доложу. Значит, нам необходимо сделать график маршрут движения автобусов удобными для жителей пригородных сел. И в целом, почему в графике движения схемы маршрутов постоянно скачут? Почему люди каждый раз с удивлением узнают о изменениях маршрутов и графиков? Считаю, что такие вещи должны утверждаться на уровне министерства, обсуждаться с депутатским корпусом тех муниципальных образований, по которым эти маршруты проходят. После утверждения публиковаться в СМИ. Давайте вот такие правила будем вводить в работе в этой сфере. Я хочу добавить, 31 маршрут вернулись в прежнее расписание. Когда вернулись? На прошлой неделе мы вернули. Тем не менее, жалобы как поступали, так и поступают. Поэтому в системе обеспечения бесперебойных пассажирских перевозок надо действовать более серьезно и принимать более реальные меры, чтобы исправить ситуацию. Что, кстати, с персоналом водительским, к качеству ситуации, Дмитрий Петрович? Сейчас, помимо кадровых проблем, есть еще проблемы сезонной заболеваемости. Если взять наш электротранс, у нас более 30 водителей трамваев, троллейбусов и автобусов находятся на больничном. Вот это вот тоже вносит коррективы и на выпуск нашего муниципального транспорта. Вакцинацию-то проходят? Да, так точно проходят. Вот вы проверьте. По моим данным, вакцинацию никто не проходит у вас. Олеся Юрьевна, как у нас автотранспортные предприятия проходят вакцинацию? Все предприятия проходят вакцинацию. Из тех, кто обратился в поликлиники. Ну, отдельно, если нужно, я по ПТП доложу. Там они постоянно с тысячами жителей общаются, перевозят. Это зона риска. К ним надо выезжать и прямо на линии делать эти перевивки. Хорошо, организуем. А так они 10% пойдут, перевьются, а остальные болеют постоянно. И так не хватает там кадров. Утро нового дня. Программа радио Государственной телерадио компании «Волга». А теперь обсудим вопросы продовольственной безопасности. Здесь в ответе за все наше Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий. В этом году мы вновь собрали хороший урожай зерновых. 1 миллион 900 тонн, который в два раза превышает потребности Ульяновской области. Ну что тут скажешь. Молодцы аграрии. С такими показателями, безусловно, не стыдно участвовать в разных выставках. Недавно ульяновская делегация вернулась с 25-й международной сельскохозяйственной выставки «Золотая осень», которая прошла в Москве. И вот, забегая вперед, назову победные цифры. Наш регион получил 20 медалей – 9 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых. Большое количество наград за научные достижения получил Ульяновский государственный аграрный университет имени Петра Столыпина. Учреждения ветеринария региона тоже были отмечены наградами за совершенствование лабораторно-диагностической базы. Напомним, в прошлом году регион получил 18 медалей. Из них 4 золотые, что на 5 золотых медалей меньше, чем в этом году. Слушаем Михаила Семенкина, заместителя председателя правительства, министра сельского хозяйства. В этом году площадкой для проведения выставки впервые стала Темирельская сельскохозяйственная академия. Ключевая тема выставки стала развитие аграрной науки и образования. На выставке традиционно были представлены новейшие достижения в сфере технологического и научного обеспечения агропромышленного комплекса, разработки в области повышения полдородия почв, финансовые продукты для агробизнеса. А кто вошел в состав Ульяновской делегации? В состав делегации в Ульяновской области вошли 39 делегатов. Это руководители организации агропромышленного комплекса, ученые, сотрудники агентства ветеринарии и руководство областного медсельхоза. Какой была рабочая программа для делегации? Где принимали участие? Участники делегации Ульяновской области ознакомились с представленными экспозициями выставки, приняли участие в мероприятиях деловой программы. Официальное открытие выставки стояло с 5 октября с участием председателя правительства Российской Федерации. Михаил Владимирович Мишустин также выступил на пленарном заседании инвестиций в будущее, современный взгляд на аграрное образование. Делегации Ульяновской области приняли участие в таких мероприятиях деловой программы, как молодой ученый агропромышленного комплекса подготовка кадров и роль междисциплинарных научно-исследовательских центров формирования профессиональных компетенций. Фигит зерно как нюансы эксплуатации, векторы развития, особенности формирования цифровых компетенций. Одним из вопросов стала тема подготовки специалистов в области эксплуатации беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве. Совещание по программе «Приоритет 2030», деловая встреча с работниками ветеринарной службы, где обсуждены были вопросы взаимодействия органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации и территориальных управлений Россельхознадзора, пленарная дискуссия, аграрный экспорт региона России как точка роста, круглые столы по фальсификации пищевой продукции, также прошел круглые столы, это актуальные вопросы государственной ветеринарной службы. Какие и с кем подписано соглашение? Сама выставка «Золотая осень» – это важная площадка для выстраивания деловых контактов. В рамках выставки был подписан ряд соглашений о сотрудничестве, например, инвестиционные соглашения по строительству нового семеноводческого завода в Ульяновской области с компанией «Щелково-Аграхим», создание семеноводческого завода направлено на импортозамещение и развитие отечественной селекции высокопродуктивных сортов семян, которые позволят получить высший урожай с одного гектара. Соглашение с Петербургским тракторным заводом о сотрудничестве и представлении скидки на сельскохозяйственную технику в размере 5%. Напомню, что Петербургский тракторный завод – это одно из старейших машиностроительных предприятий России, выускает качественную и современную технику под давно известным брендом «Кировец». Подписанные соглашения позволят нашим аграриям при приобретении тракторов сэкономить порядка миллиона рублей на каждую позицию. Соглашение также было подписано с компанией «Ителма-СП». Это российский разработчик и производитель оборудования и программного обеспечения для сельского хозяйства, дорожного строительства, геодезии. Оборудование создано на основе искусственного интеллекта, облачных технологий, в том числе создания высокоавтоматизированных и беспилотных транспортных средств. Соглашение заключено о сотрудничестве и о предоставлении скидки в размере 10% на электрический и гидравлический автопилот. Образец этой техники также был представлен на «Золотой осень», и наши аграрии, соответственно, смогли ознакомиться лично. А расскажите про компанию «Инопрактика». Также была подписана дорожная карта с фондом «Инопрактика». Реализация дорожной карты будет способствовать созданию конкурентоспособного высокотехнологичного агропромышленного комплекса в Ульяновской области, содействовать восстановлению и оздоровлению земель сельхозназначения, повышенную урожайность сельскохозяйственных культур и получению экологически чистых продуктов питания, а также улучшению генетического потенциала крупно-рогатого скота, молочных пород. И также мы подписали соглашение о сотрудничестве между органами управления агропромышленного комплекса субъектов Приворского федерального округа в целях повышения эффективности при реализации основных направлений государственной аграрной политики на территории наших регионов. Какие итоги конкурсной программы? Организация агропромышленного комплекса Ульяновской области ежегодно принимает активное участие в отраслевых конкурсах выставки. В этом году по итогам конкурса ульянские организации агропромышленного комплекса завоевали 20 медалей, из которых 9 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых. Напомню, что в прошлом году мы получили 18 медалей, поэтому в этом году как и по количеству, так и по качественным показателям мы превосходим предыдущий год. Кто отличился? Кто молодец? Традиционно у нас большое количество наград получает наш Ульянский аграрный университет имени Петра Аркадьевича Столыпина, также, соответственно, учреждения ветеринарной службы. Здесь хочу еще раз поблагодарить всех участников, кто принимал активную участие, соответственно, в номинациях и получил достойную награду. Ну и хотелось бы отметить также, соответственно, три золотых медали у нас получил наш торговый дом, Ульянский хладокомбинат и серебряную медаль получила администрация муниципального образования Кузовадский район. По итогам конкурса за достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельской территории в номинации «Эффективное вовлечение населения в формирование комфортной среды проживания на территории сельского населенного пункта». Несколько слов про оперативную ситуацию. Как идет уборка технических культур? Сегодня мы уже убрали 240 тысяч гектаров, это где-то 76% уборочных площадей. Из масличных культур у нас полностью завершена уборка озимого рыжика и горчицы. Сейчас мы уже практически, можно сказать, завершаем уборку подсолнечника. 75% площадей уже убраны. Валовый сбор составил 186 тысяч тонн. При средней урожайности 15 сантиметров с гектарой. Тут хочу отметить, что у нас порядка 12 муниципальных образований, которые из-за засухи показывают урожайность ниже 15 сантиметров с гектарой. Это значит, что себестоимость одной тонны более 20 тысяч рублей. При том, что цена сейчас сложилась без НДС на подсолнечник порядка 19 тысяч за тонну. А сахарная свекла? Сахарная свекла, при том, что мы увеличили на полторы тысячи гектар, соответственно, в этом году площадей, мы убрали порядка 58%, 212 тысяч тонн валовый сбор. Напомню, что независимо от тех даже погонных условий, которые сложились в текущем периоде, мы полностью обеспечим наш сахарный завод, сахарная свекла, для того, чтобы произвести объем сахарного песка, соответственно, исходя из потребностей нашего региона. А соя? Что касается соя, здесь также увеличено на 1600 гектар площадей, в общей сложности 26 тысяч гектаров, сейчас уже убрали 90%, 23 тысячи 900 гектаров, поэтому валовый сбор здесь составил 24 тысячи 100 тонн. Как идет уборка овощей? Также, говоря, сейчас проводят уборку овощей и картофеля, картофель мы 90% убрали, соответственно, овощи где-то порядка уже 50%. Вы слушали Михаила Семенкина, заместителя председателя правительства, министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области. Радио России «Ульяновск» и Центр развития НКО при Общественной палате Ульяновской области представляет. НКО. Путь к моему успеху. Мы продолжаем знакомить вас с ульяновскими социально ориентированными НКО, некоммерческими организациями, которые в этом году благополучно выиграли федеральные средства на осуществление своих проектов. Ульяновские НКО со знанием дела участвуют в конкурсах разных федеральных фондов. Среди них фонд президентских грантов, фонд культурных инициатив, фонд Потанина и другие. Сегодня у нас новая собеседница. Это Татьяна Ермолаева, председатель некоммерческой организации под названием Центр социально-правовой и психолого-педагогической поддержки семьи и детства родные люди. Этот центр стал создателем яркого и красивого проекта «Мотобратья», который успешно выиграл федеральный конкурс среди НКО. Слушаем Татьяну Ермолаеву. Мы помогаем семью с детьми для того, чтобы они были счастливы в своей семье, чтобы они никогда не стали социальными сиротами. А для этого нужно поддерживать семью, потому что лучший способ помочь ребенку из детского дома – это сделать так, чтобы он в принципе не стал сиротой. Смотрим, как он туда попадает. Это определенные обстоятельства, с которыми не справились мама, папа. Почему? Потому что они, в свою очередь, не получили поддержки, должного воспитания, должного опыта. Часто они сами из учреждений для детей-сирот. Могут быть очень разные обстоятельства. И мы поддерживаем кровные семьи из групп риска социального сиротства. Про них говорят, что семьи в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации. Такая вот сложная формулировка. Это именно поставщики социальных сирот, как говорится. Оттуда чаще всего дети попадают в такие учреждения. В то же время к нам много обращается и приемных родителей, и те, кто дал свой дом, нашел место в своем сердце для детей из таких учреждений. И мы не делаем разницы между кровными и некровными, приемными, усыновленными самыми разными детьми и родителями. Потому что родные, по сути, вот именно по качеству отношения, по духу, родные люди. Еще отмечу, что сама организация родилась в ответ на запрос детей из детских домов. У нашей организации есть еще предыстория. С 2015 года я стала одним из волонтеров Ассоциации приемной семьи Львовской области. И мы тогда создали с нуля движение именно в содействии семейному устройству детей-сирот через съемку видеоанкеты детей-сирот. В регионе у нас прежде это не велось. Мы собрали группы волонтеров, операторов, интервьеров, психологов, которые помогали создавать такие небольшие видеосюжеты о детях. И на тот момент я была уверена, что это лучшее решение для ребенка из детского дома попасть именно в приемную семью. Ну, потому что мы пока не задумывались, какие еще могут быть варианты. Я по образованию психолог на тот момент у меня еще не было ни усыновленных, ни приемных детей, как это случилось в последующие годы. И мы стали много ездить по детским домам. Понятно, когда мы снимали малышей, здесь все просто. Мы рассказывали о том, вот что они могут, какие должны быть реальные ожидания у приемных родителей. Все это велось и до сих пор ведется, отмечу, восьмой год по соглашению с нашим региональным министерством социального развития. Есть определенные очень четкие требования, как эту работу вести. И в то же время, когда мы стали общаться с ребятами постарше, с подростками, все чаще мы слышали одну и ту же фразу. «Не ищите нам приемных мам и папу. Лучше помогите нам, нашей родной маме, нашему родному отцу забрать нас домой». Это начали говорить сами дети. И этот голос невозможно было не услышать. Дошло до того, что один подросток просто вот многократно говорил нам. «Они живут в таком-то селе, мою маму зовут так-то, съездите к ней». И он это говорил много раз. Уезжая из этого детского дома, я просто вот слышала его голос, и я вам прямо скажу, что на следующий день мы поехали в это село. Мы не знали адреса точного ее телефона. Ну, в сельской местности это несложно. Узнали, расспросили, приехали и были просто поражены. Поражены тем, что основания, по которым та мама оказалась лишена родительских прав и папа, они уже давно отпали. Там была довольно типичная история. Сельская местность, не так много вариантов для трудоустройства, и на заработке отец уезжал в другой регион на длительный срок. Возвращаясь, порой отдых был сопряжен с употреблением алкоголя, и в один из таких периодов дети оказались без должного надзора, присмотра, это стало известным органам профилактики, и после череда таких случаев детей забрали. Мы не оправдываем эту семью. На тот момент было принято, мы полагаем, единственное верное решение для безопасности детей. Но потом прошло время. Так сложилось, что тогда, 5-6 более лет назад, с такой категорией родителей сопровождение обычно уже не велось. То есть на уровне органов профилактики в центре внимания было семейное устройство детей. В детский дом, в приемную семью, в кровную семью, под опеку, если это возможно. Ну, там такое не сложилось. А здесь уже что? Сложилось так, что и мать, и отец, они достаточно быстро поняли, что они утратили самое главное в своей семье, своих четырех детей. Они бросили пить. Официально трудоустроились оба. Пытались уплачивать элементы. Мама забеременела и благополучно родила уже пятого малыша. Да, у них по-прежнему ветхий дом был тогда. У него как-то пытались немножечко привести в порядок. Но они не догадывались, что можно пойти и сказать, вот что нам сделать, чтобы вернуть наших детей. И к ним почему-то никто не пришел с таким вопросом. И вот их старший сын в том детском доме передал, можно сказать, через нас, своим родителям, свои чаянии, свои нужды. И на тот момент у нас уже было ядро специалистов, юристы, социальные кураторы, психологи. Мы прекрасно понимали процедуру в становлении в родственских правах. Мы оценили ситуацию и сказали, здесь осталось сделать буквально последние два шага. Привести с женщин бытовые условия, в ближайшее состояние. Благодарим всех волонтеров, кто тогда уже начал помогать, откликаться. Побыстрее сделали ремонт. И подали соответствующим образом исковое заявление. Не с первого, но со второго судебного разбирательства дети вернулись в семью. Родители восстановились в родительских правах. Сегодня Татьяна Ермолаева, председатель некоммерческой организации под названием Центра социально-правовой и психолога педагогической поддержки семьи и детства «Родные люди», гостья нашего вечернего эфира. В 19.20 эта беседа прозвучит полностью. Радио России, Ульяновск, спорт. Бодибилдинг. Спортивные события номер один. В Ульяновске с 12 по 15 октября пройдет чемпионат России по бодибилдингу. Во дворце спорта «Волгоспорт-арена» впервые пройдут всероссийские соревнования среди бодибилдеров. Более тысячи атлетов из 76 регионов будут соревноваться в 87 номинациях и бороться за 16 абсолютных первенств. Среди участников действующие чемпионы, победители чемпионатов России, Европы и мира. На четыре дня Ульяновская область станет центром притяжения для спортсменов со всей страны. Кроме бодибилдеров, со всей России съедутся спортсмены, чтобы поучаствовать в ряде других федеральных состязаниях. На территории Дворца спорта 12 октября состоится фестиваль детского фитнеса и бодибилдинга. А 15 октября впервые пройдет открытый чемпионат России по фитнес-челленджу. Спортсменов и зрителей ожидает яркая сцена длиной 17 метров, многокамерная онлайн-трансляция в формате 4К, выставка новинок спортивного питания, оборудования, одежды и аксессуаров для спорта. Плавание. Здесь сразу две информации. Обе касаются наших мужественных и бесстрашных спортсменов с разными проблемами здоровья. С 4 по 9 октября в Казани прошел всероссийский турнир по плаванию для лиц с синдромом Дауна под названием «Победим вместе». В нем приняли участие более 200 пловцов из 36 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Италии. Ульяновскую область представляли 3 пловчихи – Наталья Николаева, Мартина Калагина и Анна Акимова. И еще информация. В бассейне «Алмаз» города Салават Республика Башкортостан прошли соревнования по плаванию «Спорт глухих» в рамках финального этапа всероссийской летней спартакиады инвалидов. В соревнованиях приняли участие команды из 14 регионов России. Елизавета Гудкова завоевала две золотые медали, а также серебряную медаль на дистанции 50 метров вольным стилем. Елизавета на следующий год вошла в юниорскую сборную России. Арсений Устинов занял второе место на дистанции 100 метров брас. Молодцы! Смешанные боевые искусства. Юные ульяновские спортсмены привезли награды с турнира. Ежегодные состязания в памяти Полины Кобзевой в этом году собрало более 300 спортсменов из 9 городов России, а также стран ближнего зарубежья. Турнир прошел в Подмосковье 8 октября. Поздравляем Вадима Никитина, Еву Шевцову, Марка Красильникова, Ивана Мордвихина и других. Говорим и пишем правильно. Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Сегодня мы познакомимся с парами похожих существительных, которые нельзя путать. Гордость и гордыня. Гордостью называют чувство собственного достоинства, самоуважения, чувство удовлетворения от успехов, своих или чьих еще. Гордыня – слово с негативным оттенком, а в христианстве это и вовсе один из семи грехов. Это чрезмерная гордость, граничащая с эгоизмом. Так что путать их точно не стоит. А вот стишок, который поможет запомнить разницу. Включи свою гордыню. Что ты правда, как гусыня? А вот гордость пригодится. Важно знать, что ты за птица. Удачная жизнь Осенняя подкормка смородины и крыжовника. Начнем с крыжовника. Осенняя подкормка должна производиться после сбора урожая и омолаживающей подрезки до заморозков. Хорошим вариантом для крыжовника является суперфосфат. Его необходимо внести 1-2 столовые ложки на 1 куст на глубину до 10 сантиметров. Такие действия помогут противостоять грибковым заболеваниям и морозам. Также подходит сульфат калия. Столовая ложка на 1 квадратный метр. Некоторые используют перегной до 1 ведра под куст. Смородина важнейшими элементами для этого растения является калий и фосфор, так как они действуют на корневую систему, подготавливая ее к холодам. Хорошо себя показывает куриный помет. Почти килограмм на 1 квадратный метр. Его нужно вносить под перекопку или развести с водой в пропорции 1 к 15. Дополнительно в октябре можно внести и по пол ведра навоза под куст. Удачи всем на даче! Программу «Утро нового дня» для вас провела Наталья Якузина. До встречи в дневном эфире в 12 часов 40 минут.